Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стекеленбург. Вы смотрите 438 серию. Добро пожаловать! Ребята, посмотрите, сколько у нас призраков сегодня. Это прям какой-то аншлаг. Сегодня у нас дома присутствует 5 призраков. Я такого вообще не помню. Наверное, это в первый раз. Селесточка с Блейком к нам пришли, пришла Венди с Маркушей и пришел еще и Джаред. Так что, ну, сегодня действительно очень-очень много призраков. Я очень удивилась, когда их тут всех увидела, но думаю, что это неспроста. Они, наверное, все почувствовали, что сегодня в этом доме произойдет важное событие. И решили, ну, не поприсутствовать, но, наверное, поздравить заранее, потому что сегодня в этой серии я бы хотела, чтобы у нас Поли вышла замуж. Да, у нас недавно Юджин совсем сделал предложение Поли. И так как сегодня воскресенье, мне кажется, это будет самый лучший день для проведения свадьбы, потому что никто не пойдет на работу, никто не пойдет в школу, и все симы будут свободны. Так, у нас Фиби чувствует себя просто ужасно от того, что она чистюля, а в доме такая просто захламленная атмосфера. Что-то разлито, что-то где-то грязное, что-то воняет. Но это призраки, наверное, постарались, навели тут порядок. Но, в общем, Фиби не может этого выдерживать и в ужасном настроении. Так, мы нашли еще один боб. Давайте добавим его в коллекцию, посадим его на наш пень. Так, подождите, вот переместить в мир. Так, а ну-ка вернись, подожди. Нам нужно посадить еще один боб. У нас теперь есть желтенький боб. Всего у нас их три. Вот, и нам нужно еще три штуки найти. Осталось всего лишь четыре дня до прохождения этого испытания. Но я уверена, что я успею. Просто если уже там будет даже оставаться один день, то я как бы все дела отложу, и мы займемся только поиском этих бобов. Надеюсь, что все успеем, и наша Фиби станет растаманом. На время я не собираюсь ее навсегда оставлять, просто для интереса посмотреть, как это будет выглядеть. Итак, у нас сегодня воскресенье. Сегодня у нас Полли выходит замуж. Давайте, наверное, Фиби у нас немножко наведет порядок, наведет в доме сделать небольшую уборку, потому что мама проснется и тоже будет в шоке. Вот, ей замуж выходить, а дома такой беспорядок. И что-то Бетти не особо старается убирать и помогать. Так, вот проснулся наш жених счастливый. Уже проснулся с утра покушать. Он, кстати, у нас не частюляш, да? Нет, он романтик, безумный и инсайдер. Поэтому его совершенно не беспокоит беспорядок, который тут натворили наши драгоценные призраки. Ну, родственников не выбирают. Они, конечно, когда были при жизни, вели себя получше. А вот после смерти начали чудить, ломают нам постоянно приборы всякие. В общем, поломки одни от них, грязь и много-много неприятностей. Но все равно мы их любим, как бы, да. Куда деваться? А родственники они такие. И Джаред тут подсел к Юджину, поздравляет его и говорит, что я же тебе говорил, что все будет хорошо. Не зря я вместе с вами постоянно куда-нибудь ходил, вместе с тобой, вместе с Полей в ресторан и каждый раз пытался вас везти. Вот, я знал, что это все закончится свадьбой. И, в общем, Джаред, я думаю, что очень-очень рад, что его дочка сегодня замуж выходит. Ну, а где же наша невеста счастливая? Невеста у нас еще спит. Давайте мы ее разбудим. И пусть, наверное, идет к зеркалу и прихорашивается, да? Как нам тут, какое действие выбора? Освежится, да? Пусть освежается, пусть примеряет свое свадебное платье, какая она у нас сегодня будет красивая. Вот, Юджин тоже должен быть красивый сегодня, он же жених у нас. Давай-ка ты, Юджин, по идее, наверное, сходи в туалет, подними свои потребности хорошенько. Так, Фиби у нас решила сделать уборку просто во всем доме. Она такая чистюля. Я думала, что она у нас поубирает только в гостиной, но она решила поубирать во всем доме. Так, Фиби, выходи, выходи. Папа пришел, ему нужно все потребности поднять, а ты лучше найди Бетти, вот она Бетти, и скажи, чтобы она все подчинила. Вот, чтобы она у нас подчинила предмет, потому что кто-то из призраков у нас сломал ванну. Вот, из нее бежит вода, и нужно нам срочно ее подчинить. Да, с утра рассматривает себя в зеркало Поли, какая она у нас красивая, кстати, стройная. Вот, несмотря на свой возраст уже взрослый, обычно у меня как-то симки, да и симы, ко взрослому возрасту толстеют, но этого нельзя сказать про Поли. Она в прекрасной у нас фигуре, уже кокетливая. И давайте, наверное, выберем ей свадебное платье, пусть сразу его одевает, свой свадебный наряд. Я ей уже подобрала одежду. Вот, свадебное платье у нее уже есть, так что пусть одевает. И с утра ходит по дому в свадебном платье и говорит, ну что, Юджин, давай собираться будем уже. Я уже красивая, счастливая, нарядная, готова идти в ЗАГС. Вот, наконец-то я увидела нашу Поли в свадебном платье. Я думаю, что Юджин тоже рад. Вообще, есть такое поверье, что жених не должен видеть невесту в свадебном платье до свадьбы. Но мне кажется, что к Поли и к Юджину это не относится, потому что вообще сложно их отношения назвать вот такими, которые вот к свадьбе привели. То есть, мне кажется, они уже не то, что именно больше по любви и по какой-то влюбленности выходят, но просто потому, что уже настолько привыкли друг к другу и просто потому, что этого требуют традиции. Но я думаю, что их дочка Фиби будет очень рада видеть родителей на свадьбе. Так, ну что ж, давайте, наверное, будем планировать сразу общественное мероприятие, чтобы мы с утра начали нашу свадьбу запланируем, пригласим побольше-побольше народу и отправимся отмечать. Потому что Поля у нас уже с утра оделась в свадебное платье и готова выходить замуж. У нее кокетливое настроение. Я думаю, что она осчастливит сегодня не только Южина, но и свою дочь, потому что не каждому суждено увидеть свадьбу своих родителей. У нас только Даррен, да? По-моему, только маленький Даррен присутствовал на свадьбе своих родителей. Больше Симы, никто, такого у них не получалось. Потому что женились они раньше, чем рождались дети. Так, вот, мы выбираем с вами свадьбу. Я не буду выбирать престижное мероприятие. Молодожены у нас есть. И гостей нужно выбрать, я думаю, что всех знакомых, всех, кто знает Поли, всех, кто знает Южина, всех, кто знает Фиби. Вот потому что это их праздник, всех троих. И я думаю, что все, кто с ними знаком, обязательно должны сегодня нас посетить. Робби, он у нас, боже, Бурухтин постарел. Как быстро бежит время. Он уже пожилой. Очень-очень быстро. Я не ожидала. Да, уже Симы стареют. И нужно будет уже скоро, наверное, я думаю, и наши Вики, и Поли тоже, ребята, становиться пожилыми. А вот Люка мы пригласим. Он у нас как бы работает вместе с Фиби. Правда, Фиби еще не совсем работает в лаборатории. Но все равно, работать будет там. Так что давайте ее позовем. Так, ну, семейство Лоба мы звать не будем, потому что они больше как с Вики были знакомы. Поэтому как бы к Поли и к Юджину не имеют отношения. Это, кстати, сыночек Колина. Нет, мы его звать, ребята, не будем, потому что если узнает Мелисса, то он может быть очень сильно разозлится. Лучше не будем мы на нашей свадьбе никаких, я не знаю, таких создавать конфликтных ситуаций. Так, боже, кого бы нам еще пригласить? Рейджи обязательно нужно позвать. Больше у нас, мне кажется, вот в этом вот списке гостей у нас больше мертвых, чем живых, к сожалению. Столько много вот уже умерших симов, к сожалению, что живых среди них... Прям я вот теряюсь больше призраков. Выбирать не из кого. Так, будем ли мы звать Стейси? Хочет ли Стейси видеть Поли? Ну, давайте скажем так, что Стейси, она пришла с Кеном, что ее звала не Поли, а Кен, так как он был тоже приглашен на свадьбу, потому что является нашим родственником, то он у нас пришел вместе со Стейси на свадьбу. Вот он самый Кен, Колин, Мелисса, их дочка Виктория, Мика. Кстати, вот, меня ребята спрашивали, кто такой Геннадий Корс, и все почему-то думали, что это сын Холина, Колина. Вот, и почему я вообще создала вот ту рубрику, потому что мне написали в комментариях, что появился Геннадий Корс в игре, и это сын Колина. Но оказывается, у сына есть... Ой, у Колина есть сын, но это не Геннадий Корс. Это Федор его зовут. Короче, я выяснила, кто такой Геннадий Корс. Это сим Пенни Хорс. Пенни Хорс это симка, которая живет в Сан-Мишуно и не имеет абсолютно никакого отношения к Колину. Они просто однофамильцы. И вот этот Геннадий, он ее сын. Он отец этого Геннадия, просто сгенерированный игрой сим. Так что никакого отношения к счастью, да, к большому счастью, к Колину они не имеют. Так, ну я думаю, что 28 гостей вполне нормально. Да, мы напряглашали. Так что хватит, хватит, не будем больше никого звать. Так, специалист по кейтерингу. Давайте кого-нибудь наймем. Наймем обязательно бармена и наймем музыканта, чтобы на нашей свадьбе было весело и чтобы никто не скучал. А насчет того, где мы проведем нашу свадьбу, я уже подумала и решила, что наше поле выйдет замуж на том участке, где выходила замуж, вот он этот участок, где выходила замуж ее мама и где выходила замуж ее бабушка. Вот такая вот у нас будет семейная традиция небольшая. Вот у нас просто Эйприл вышла замуж на этом участке, а до Эйприл еще и Венди там вышла замуж. Поэтому я думаю, что поле у нас следует традициям. Выйдет замуж там, где вышла замуж ее мама и бабушка. Итак, мы на месте. У нас с вами только 8 утра. И я надеюсь, что это значит, что у нас будет время до самой ночи, что гости расходиться не будут, и мы будем отмечать это счастливое событие. Так, я уже сразу дала очень много кокетливых, романтических действий для Юджина и Полли, потому что они у нас теперь думают только друг от друга. У них появилось сразу много желаний пофлиртовать, поцеловаться. Вот, так что они даже не обращают внимания на приходящих потихонечку гостей и заняты друг другом. Я очень рада и очень счастлива от того, что наконец-то они женятся, а Элли у нас действительно поправилась. Элли вот... Ну, я даже не заметила, как она потихонечку стала превращаться в свою тетю Глорию. Глория у нас тоже, знаете, вот вроде юный, молодой, подростковый возраст была такая худенькая, стройная, а потом бац, такая во взрослом возрасте и очень-очень сильно поправилась. То есть, никто этого даже не успел заметить. Так, мне кажется, и с Элли произошло. Вроде бы все время была такая стройная, миниатюрная, худенькая девочка, как вдруг в один прекрасный момент просто увеличилась, мне кажется, вдвое. Так, и Блур тоже идет на свадьбу, но что-то, по-моему, он не очень рад. У него настроение не очень. Наверное, от того, что Элли поправилась. Может быть, они ругались по этому поводу, даже не знаю. Так, у нас на этом участке, если вы смотрите Династию уже давно, то, знаете, уже была не одна свадьба. Если быть точными, то, по-моему, уже было две, и это третья. Давайте посмотрим, что здесь гости у нас делают. У нас Брухтин общается с Микой. Мика, кстати, ребята, замуж вышла. Я ее женила, но об этом немножечко потом, потому что сейчас не совсем, но детей у нее еще нет, потому что кто-то писал, кто-то думал, что вот тот Геннадий Хорс – это сын Мики. Нет, ребята, это не сын Мики, это совершенно другой сим. Вот он просто является сыном сгенерированных игрой симов. Так, ну что же, у нас тут и Кира пришла. В общем, все друзья, все поздравляют нашу Фиби, потому что Фиби тоже есть чем поздравлять. Сегодня свадьба ее родителей. Она у нас уже сама почти молодая. Со мной уже скоро замуж выходить, а она еще родителей замуж не выдала, то ли еще не поженила. Вот сегодня, говорит, справлюсь, и тогда уже можно думать о своей судьбе. Вот сначала нужно родителей поженить, а то они у нее такие, такие, в общем, как дети, честное слово. Ну, мне кажется, что Поле у нас как бы в душе до сих пор немножко осталось ребенком, и до конца серьезной полностью не стало. Кстати, насчет серьезного. У нас тут счета пришли на 8 тысяч, а у нас в кармане только 6. Кстати, Санай, ребята, тоже поправилась. Что-то в семье, в семье Полине Лорочки у нас девочки поправились. И Санай, и Элли, наверное, кто кого шире, что ли, я не знаю, спорят, понятия не имею, но обе сильно поправились. У обеих одинаковое платье, почти одинаковое, разные только расцветки. Я думаю, что это будет еще одним поводом им, чтобы поругаться, потому что ссорятся они у нас очень часто. Так, это кто такой у нас? Это с Альбертом Виктория общается, да? Точно, ребята, да, это Виктория. Вот, она с Альбертом, кстати, у них, по-моему, одинаковый возраст. Наверное, Альберт или подросток, или он же тоже молодой, так что вполне может быть, что у них что-то может получиться. Давайте, наверное, мы сразу всех пригласим к столу, вот пригласить за стол всех, и нужно добавить напитки, наполнить фонтан чем-нибудь подороже. Мелисса у нас вообще очень веселая девушка, прошлась тут по фундаменту дома, немножко сквозь стену прошла. И Бернард пришел! Боже мой, ребята, я... Точно, да, и тут даже могут в гости приходить. Так, где ты тут срединок у меня потерялся? Я его найти не могу, вот он. Бернард, где ты там лазишь? Боже, я его потеряла. Кошмар, ребенок потерялся, вы сейчас мне тут дитя затопчете. Бернард только что был где-то здесь, мне кажется, он где-то возле ногу Кена терся, наверное, возле своего дедушки, уже пропал. Так, это у нас Сьюзан Рейдж, дочка Брэда Рейджа. А где же Бернард? Боже, кошмар, потеряли ребенка. Вот он, вот он убежал от всех, потому что, да, его могут затоптать. Обратите внимание на ребенка. Вот что за Санай, правда, такая? Взяла бы сына на руки, потому что, ну, он очень маленький, его действительно могут не заметить. Но Санай у нас занята другими вопросами. Нейтан, ну хоть ты внимание на ребенка обрати. Я знаю, что... А, у нас Нейтан где-то ненавистник, поэтому они тут стоят с Роланом. Наверное, Санай пришла и сказала, посмотрите кто-нибудь за ребенком моим, пока я тут сижу, пока я тут сижу светские беседы веду. С Тиной. И Тина у нас дочка Брухтина. А Брухтина, кстати, очень-очень богатый. Да, Брухтин очень богатый. У него дворец свой. И Санай же узнала об этом. И говорит, всегда мечтала с вами познакомиться. У вас дочь такая. Вы меня пригласите в свой дворец? Я хочу там все осмотреть. В общем, пока... Ну, Брухтин говорит, да, конечно, приходите. Я не прочь, мне дворец еще от дедушки остался. Ну, в общем, оставила она на наших ребят, видимо, Бернарда. А Бернард уже где-то забавляется. Так, он нашел себе что-то вкусненькое. Ему, видимо, Райли дала что-то вкусное покушать. Но давайте, наверное, Фиби пусть тогда поиграет немножко с Бернардом, потому что вряд ли мальчики захотят. Ну, Ролан еще может быть, а Нейтан у нас же терпеть детей не может. Вот, Санай тут как тут прибежала, говорит, ну, вы тут смотрите за моим Бернардом? Потому что мне там дел полно. Я тут познакомилась с Брухтином. Он меня во дворец приглашает. Я же хочу там все осмотреть. Так что, пожалуйста, за моим сыном тут приглядите. А то няню я уволила. И, в общем, няня у нас нет. Давайте Ролану дадим еще действия. Пусть немножко понянчится с Бернардом, потому что Ролан у нас как бы мечтает завести семью. Я думаю, что проверить малыша. Ну, давайте пусть проверит. И я думаю, что он к детям хорошо очень относится, в отличие от своего брата Нейтана. Так, ну а где же наши счастливые молодожены? У нас тут... Слушайте, вы там, наверное, не напьетесь возле бара? Тут только возле бара ходите. До свадьбы еще нельзя пить. Давайте мы Юджина, наверное, и Поли немножечко... Немножечко вытащим, наверное, вот сюда в зал, где пока еще никого нет. Пусть идет сюда Поли и пусть идет сюда Юджин. Втихаря, тут в тишине, неправильно я сказала, в тишине. Пусть пообщаются. Кто это за симка такая интересная? Я такую не знаю. Специалист по кейтерингу зовут ее Марико. Марико, в принципе, симпатичная симка, но она уже взрослая, ладненько. Это я просто рассматриваю, люблю, когда игра генерирует каких-нибудь интересных симов. Так, ну что ж, давайте какую-нибудь романтику поцеловать, прежде чем они начнут уже как бы вступать в брак. Вот пусть они немножечко побудут вдвоем. Тут где-то ползает маленькая Сьюзан. Вот. Жалко, конечно, что они так поздно вышли за... Поздно очень женятся. Я очень бы хотела, чтобы Поли у нас как бы вышла замуж все-таки в молодом возрасте, потому что вот симы все-таки во взрослом возрасте уже... Ну, на лицо немножко они такие. И у них вот эти мимические морщины появляются. Ну, и как-то... Все равно уже видно, что они такие красивые. Вот. Мне хотелось бы, конечно, чтобы Поли вышла замуж в молодом возрасте, но из-за своего такого характера у нас это сделать не получилось. Вот, кстати, татуировка. У нее до сих пор единственный сим в династии с татуировкой. У нее бабочки еще с подросткового возраста. Она, не слушаясь родителей, вот этих бабочек себе на шею вот сделала. И такая была самая, наверное, бунтарная и непослушная из всех стекелинбургов. Так, ну что ж, наверное, будем мы вступать в брак. Я думаю, что все остальные подойдут потихонечку, соберутся и будут поздравлять наших молодоженов. Да, я надеюсь, что все подойдут и все посмотрят. А то все тут у бара собрались, все танцуют и не особо хотят смотреть. Вот, наконец-то стали они у нас возле арки свадебной. Кен у нас сегодня пришел не один, он пришел с дамой, но что-то как-то рядышком с дамой с этой старается не ходить, чтобы его не видели, потому что не все это поймут. Ну что ж, я немножко, наверное, помолчу, и мы просто тихонечко посмотрим, как у нас Юджин и Полли будут вступать в брак. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, Нейтан, ты тут вообще не к месту. Юджин сейчас слегка занят. Не-не-не, так, Юджин, ты занят, но ты занят не слегка, а очень-очень сильно. Так, мы возьмем оплачиваемый отпуск и не будем отправлять его ни на какую работу. Это, наверное, Юджин хотел сбежать. Хотел сбежать и не жениться в последний момент, занервничал. Но ничего у тебя не получится. Так, не получается особо смотреть, потому что там Нейтан стал. А Нейтана мы сейчас, кстати, прогоним. Вот, мы же Нейтаном можем управлять. Иди, Нейтан. Я понимаю, что мало места. Посмотрите, какой огромный зал. Ой, то есть наоборот, зал маленький, а такая большая толпа симов. Наверное, мы больше на этом участке свадьбы проводить не будем. Я не подумала, что раньше все-таки у нас не было столько много родственников. Ну все, поженились наши Поли и Юджин, наконец-то. Я за них очень-очень рада. Мужик, иди отсюда. Желаем им счастливо дожить до старости. И чтоб они больше не ссорились. Точнее, чтоб наша Поли уже как-то относилась к Юджину с пониманием. И перестала показывать свой дурной характер. Ну и рада я очень за Фибе, что она наконец-то увидела свадьбу своих родителей. И теперь у нее на самом деле полноценная семья. Мама и папа. Вот, правда, ей это нужно было очень, когда она была еще маленькая. Вот, но лучше поздно, чем никогда. И хоть уже почти в молодом возрасте, но теперь у нее полноценная семья. Мама и папа живут вместе уже даже в законном браке. Вот, вот такая свадьба. Ну да, теперь, наверное, будем мы уже свадьбу проводить на более таких, не знаю, больших участках. Потому что симов стало намного-много больше. Уже у нас, ребята, шестое поколение. Вот, если когда было третье и четвертое поколение, то когда выходила у нас замуж Андрея... Я сегодня сказала, что Венди выходила здесь замуж. А может быть, Венди? Я уже не помню. Подождите, по-моему, и Венди здесь выходила замуж. Андрея и Эйприл точно выходили замуж на этом участке. И, возможно, даже Андрея. Ну, в общем, как-то у нас прям по наследству этот участок передается. Но я думаю, что нужно эту, как бы, традицию, наверное, немножко убирать. Потому что, действительно, участок слишком маленький. А гостей у нас слишком много. К шестому поколению мы нашу семью расширили очень-очень-очень на большие границы. У нас очень много теперь родственников и друзей. Боюсь, что вообще будет к десятому поколению. К десятому поколению, наверное, когда будем проводить свадьбу с Токеренбургов из десятого поколения, мы будем брать, наверное, самый большой участок, который есть в игре. Это, по-моему, 60 на 60. И там все равно, видимо, будет мало местов. Потому что семей, я думаю, что будет в раза три, а то и четыре больше. Потому что все разрастаются, размножаются и становится их больше и больше. Так, ну что ж, куда вы убежали? А у нас молодожены убежали. У нас уже Поле что-то кушает, заказала себе в баре. Вот уже кто-то опустошил фонтан. Или мы его так и не налили. Я, по-моему, давала задание, чтобы мы наполнили. Вот давайте шоколадом пусть Вики пойдет и наполнит фонтанчик. Вот, чтобы всем было, что покушать, что выпить. Вот, и что все радовались и веселились на свадьбе. Да, кстати, я бы хотела, чтобы Ролан сейчас немножко пообщался с Тиной. Вы знаете о том, что прошел конкурс в группе ВКонтакте. Вот, на симку для Ролана. Вот, чтобы моему жену нашли. Жену моему нашли. Это был даже опрос. И между двумя симками там была большая конкуренция. Вот, победительницу Ирис я подселю буквально там через серию или через две. Я думаю, что в следующей серии, скорее всего, уже ее подселю. Вот, чтобы Ролан с ней уже мог познакомиться. Ну, а сейчас нам нужно как-то поговорить с Тиной. И мне кажется, им нужно просто болтать и, ну, как бы свестись все к тому, что они останутся у нас хорошими друзьями. Потому что ссориться я бы очень не хотела. У них, по-моему, были романтичные отношения. Да, надо сейчас удостовериться. Ролан, кстати, в туалет хочет. Я не уверена, но, по-моему, были. Да, у них до сих пор остались романтичные отношения. Вот, и мне кажется, что давайте, наверное, вы идите, отойдите куда-нибудь подальше, поболтайте. Вот, что, ну, просто остаться им друзьями. Кстати, у нас у Ролана до сих пор хранится фотография. Точнее, не фотография, а картина, которую он нарисовал Тине. И он обещал ей эту картину подарить. Вот, я думаю, что Ролану все-таки нужно будет сходить домой к Тине. Вот, в этот дворец, который так заинтересовал Санай. Вот, Санай как узнала, что Бурухтин из дворца, так вообще, собралась к ним в гости уже идти. Вот, и, короче, Ролан говорит Тине, что я обязательно приду и подарю тебе картину. Но, я думаю, что они вот просто, как бы, сами понимают, что то, что между ними было, это была такая подростковая влюбленность. И теперь, как бы, они просто остались хорошими друзьями. Так, и все. Поговорил с Тиной, иди, наверное, в туалет, пока у нас не произошло никакого конфуза. А Санай тем временем, что у нас тем временем делает Санайте? Она у нас сидит с Булуром, общается. Ну, да, ничего такого. Я думала, что она дальше, там, Бурухтина расспрашивает про дворец. Ну, дальше ей уже не надо. Она приглашение приняла, обязательно посетит, потому что ей это все интересно. Она у нас помешана на богатых симов. Симах, ну, собственно, поэтому она с Лукасом и связалась. Иначе она бы на него даже не обратила внимания, потому что только он у нас наследник. Кстати, где Лукас? Мы что, Лукаса не пригласили? А, нет, все нормально, все в порядке. Всех стекленбургов мы позвали. Но что-то, видите, как-то Лукас сам не особо с Санай у нас общается. Ну, потому что, ну, и Санай особо-то на Лукаса не обращает внимания. Ее больше в данной ситуации, я так понимаю, интересует Бурухтин вместе с его дворцом. Вообще, люблю смотреть, что делают симы, как они между собой общаются. Бернард, жалко, что я не могу сейчас управлять Бернардом. Мне кажется, что ему было бы интересно со Сьюзен пообщаться. Да, кстати, спасибо за примечание в комментариях, что не является у нас Бернард никаким родственником Сьюзен, так как Рейджи у нас вообще родня только династии по линии Маркуши. К линии Лорочки Рейджи не имеют никакого отношения. Так что он вообще никакой генерозник, ни пятиюродный, ни шестиюродный, но все равно как бы... Ну, пусть общаются, конечно, я думаю, что они и в школу будут вместе ходить, потому что возраст все-таки у Симов одинаковый. Так, пришел тут у нас Лукас. Давайте подсажал, что никого из его подружек нет. Ну, на самом деле, там половина его подружек я уже замуж выдала, об этом скоро расскажу вам. Сейчас не буду немножко спойлерить, потому что я уже кое-какие действия сделала, и, в принципе, с сюжетом Лукаса почти определилась. Но об этом уже в другой серии. Так, ладненько, давайте мы Поли все-таки нашу как-то с Юджином где-нибудь уединим. Им, кстати, нужно тортик приготовить. Ну, у нас время есть. Так, туалет, кстати, на этом участке один, а это плохо, потому что здесь очень много Симов. Нам нужно тортик приготовить. Специалист по кейтерингу, я смотрю, не особо готовил. Давайте мы, наверное, попросим кого-нибудь. Попросим мы, наверное, Викторию Вики, то есть нашу приготовить тортик. Виктория, это другая Симка, это мама Вики, и это подружка Ива, которая тоже хочет стать вампиром. Ну, давайте обычно не будем, мы, наверное, заморачиваться. Да мы и не сможем заморачиваться, потому что всего лишь пятый навык кулинарии у Вики. Вот она не сможет сделать многослойный торт. Для этого нужен большой навык изысканной кулинарии. А Вике у нас в свое время, а вот мне кажется, вот Вике немножечко чем-то напоминает Санай, ну, вот по своему поведению, потому что вот она у нас... Правда, она не мечтала не богатой стать, она мечтала прославиться. Она хотела стать такой светской львицей, находиться в общении известных людей, чтобы ее замечали, чтобы все с ней здоровались и уважали ее все известные модельеры. То есть хотела построить такую карьеру и стать действительно такой светской львицей. Она не к деньгам все-таки стремилась, мне кажется, а к славе. Вот, но у нее случился в жизни переломный момент. Она также, как и Санай, как бы на своих сыновей особо внимания в детстве не обращала. То есть как бы она их любила, конечно, и сейчас их любит, но вот она все-таки больше занималась своей карьерой. Вот, но после смерти Дугласа это стало таким вот для нее ударом, что она вот полностью стала другим персонажем. Так, ну что же, теперь нам нужно добавить свадебные фигурки. Так, она сразу, видите, какая домовитая или как это назвать, предприимчивая, чтобы тортик у нас не испортился. Сразу его в холодильник поставила. И тортика у нас два. Первый приготовила Марика. Вот, она тортик приготовила и тоже поставила в холодильник. Классно. Жалко, что я его не увидела. Я не думала, что специалист по кейтерингу... Ну, давайте уже тортик Вики все-таки возьмем. Что ж, она зря старалась, что специалист по кейтерингу у нас будет тортик готовить. Так, нам нужно добавить свадебные фигурки. И позовем сейчас сюда Полли и Юджина, чтобы они разрезали свадебный торт и скушали его вместе. Правда, Юджин немножечко хочет в туалет. Ну, туалет у нас один, там очередь большая. Да, теперь нам на участке с таким количеством симов одного туалета, конечно же, мало. И теперь всегда нужно, чтобы туалетов было три, а лучше вообще штук пять. Так, ну что ж, давайте, наверное, дадим задание разрезать свадебный торт. Вот, дадим его Юджину. А ты, наверное, Вике у нас иди потанцуй. Ну, отойди, чтобы не мешать, чтобы я сфотографировала Полли и Юджина лишь вдвоем, красивыми такими. Ты че? Э, подождите, че он сделал? Он себе кусочек взял? Это что за номера такие? Не. Альберт, у нас тут мужской вечер. Джентльмены могут прогуляться до бара и насладиться дешевыми напитками. Я чего-то, ребят, не поняла. Все их поздравляют, но Юджин, видимо, был такой голодный, что не выдержал и съел первый кусочек сам. Так, Юджин, иди-ка ты в туалет. Я надеюсь, что тебя пропустят, как жениха. И давайте, наверное, возьмем еще один торт и попробуем вторую попытку. Я вообще очень люблю, когда Симы разрезают торт и кушают его вместе, кормят друг друга. Че это вообще за дела такие? Почему? Ай, боже, поставить некуда. Поставить можно только на барную стойку. Ну, давайте хоть на барную стойку поставим. Вот, и пусть Поли идет, добавит на этот торт. Боже, мы не можем ничего сюда добавить. Что за торт такой? Неужели в Вике придется еще один тортик готовить? Нет, нет действия, к сожалению. Не можем бы мы добавить туда свадебные фигурки. Очень-очень странно. На тот тортик почему-то могли, а на этот не можем. Ну, ладно, тогда приглашаем всех за стол, пусть кушают. Вот, Поли, кстати, ты в туалет не сходила? Я вообще давала Поле задание, чтобы она у нас в туалет сходила. Но, видимо, там была такая очередь, что она просто не смогла. Потихонечку вечереет. Девять часов вечера уже включаются фонари. Юджин, ты сходил в туалет? Да, Юджин, по-моему, нет, не сходил. Да что ж такое? Боже, что тут такая очередь? Вообще никого нет в туалете. А ну, быстренько сюда, быстренько вдвоем сюда в туалет. Вот, заходите оба, пока никто не занял очередь. Ага, попробую что-то сходить. Тут, в общем, целая толпа симов, которые хотят побыстрее сходить в туалет. Ну что ж, ребят, я буду на этом. Это кто такой? Боже, у него такой свитер прикольный с рыбками. Я даже не знала, что такой свитер есть в игре. Сим, ты, случайно, не вампир? Нет, наверное, он не вампир. Хотя появился вечером. Сегодня у нас... Боже мой. И вампиры, да, потихонечку начинают захаживать сюда. Так что будем, наверное, закругляться, чтобы и смерть еще пришла. Ну, в общем, это знак того, что точно уже пора закругляться со свадьбой. А то с самого утра мы здесь торчим. Глур уже потихонечку пугается. Кстати, где у нас Ива? Вот, я думаю, что Иве вампиры и все это понравится. Ну, мы же Иву сегодня приглашали. Я вообще не особо помню ее здесь, но должны были. Да, Ива у нас на месте, слава богу. Сидит, общается с Меган. Вот, и с другими родственниками. Да, ну, в общем, пока у нас тут массовый конфуз не случился. Уже и Санай в туалет хочет. Санай тут забила стрелку. Сказала, что пойдет к Бурухтину осматривать его дворец. И, в общем, чтоб ждал ее в гости. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.